Вот мне интересно, почему, когда включается камера, у тебя такое ощущение, как будто ты прямо сейчас заснешь. Ты такая бодрячком была. Ира, мотор. Села. Видишь, у меня от микрофона эта штучка отвалилась. Надо поприветствовать телезрителям и убрать волосы. Поприветствовала. Ну, хватит спать-то. Вот опять в комментариях нам скажут, что мы вообще... Я забрала твои слова обратно. Ты понимаешь, какой у меня был инфаркт? Я, оказывается, вчера три раза это не ухлопила. Сотень. Все. У меня текут слезы. Тушь будет. В общем, вы... Ну, это прорыв. Всем огромный привет. Радовить вас на своем канале. Как обычно, по многочисленным заявкам пригласила Иру к себе в гости. Она, в общем-то, знает о том, что сегодняшнее видео будет о парфюмерии, но не знает, о какой и вообще не знает, о чем будет видео. Вот ты не догадываешься? Нет. Я расскажу тебе. Давай. Несмотря на то, что зрители увидят название и смогут хотя бы чуть-чуть догадаться о чем, но не в полной мере, то ты это вообще не представляешь. Я опять в тюрбане? Нет. Ты сегодня с открытыми глазами. У меня есть такая коробка. Я не так давно снимала видеообзор на свои новые ароматы, где говорила и просила своих зрителей рассказать, насколько вот женский амуаж, интерлюд, похож на мужской. Потому что хотела купить слепую, но боялась шибиться. Там, в общем, ля-ля-ля-ля-ля, потому что так, не бюджетненько стоит. И прошло пару дней. Вконтакте мне написал молодой человек. Зовут его Слава. И он говорит, я тебе пришлю пробничек мужского интерлюда. А мне, как будто, знаешь, я человек в этом плане очень, ну, ты такая же, да? Когда тебе что-то вот просто там такое душевные порывки, неудобные. И, в общем, я отнекивалась, отнекивалась. Он говорит, короче, расслабься, я тебе пришлю пробник, попробуешь. Я говорю, ну, окей. Ну, в общем, короче, когда мне Слава прислал трек-код, я увидела, что посылка весом 1 килограмм 400 грамм пробничек. Да, отливанты из своей коллекции, всех амуажей. И тут еще не только амуажей, а 19 отливантов. Аромантов, да. Которые носить, не переносить. И вот такой вот фирменный пробник амуаж жорней. Поэтому нам. Да. Ты представляешь, в каком шоке я была? Ты представляешь? Он просто, да, так по заскочу зашел. Да. Я открыла, а там еще была вот такая огромная шоколика 500 граммовая. До сих пор я тебе, кстати, угощу. Я, конечно, вообще, я была в шоке, честно. Какой-то Слава. Да. А что у Славы есть еще? Поэтому мы с тобой сегодня будем тестировать. Я не все успела протестировать, потому что посылка пришла ко мне совсем недавно. Поэтому многие будут для меня тоже первыми впечатлениями. Я поставлю сюда коробку. Ну, вываливай. Поэтому, как вы понимаете, спонсор данного показа Вячеслав. Спасибо ему огромное. Без него бы это видео и Ирка не состоялась, и Ирка не пришла бы ко мне в гости, и мы бы не беседовали беседы. У меня здесь опусы все от одного. Сейчас я их вот выставлю, чтобы мы с тобой тут их поочередности. В общем, я расставила тут вот амуажи все от первого опуса до одиннадцатого. Давай вот так вот поближе, чтобы всем было видно. Можно микрофончик уберем? Все равно не видно, да? Вот так. Должна же быть какая-то эстетика и красота. Да? И тут еще большое количество. Здесь и Том Форд, и амуаж, и что-то еще. Это мы тоже будем нюхать? Да. Поэтому я тебе говорю, сегодня будет очень длинное видео. Мы нарезали бумажечек. Начнем с первого. Сначала даю про впечатления, потом, если будет в этом какая-то необходимость или интерес, мы с тобой будем зачитывать ноты. Держи пока. Ир, в общем, я что от тебя хочу? Во-первых, впечатлений. Ну и если какие-то ноты услышишь. Ну, больше, наверное, ассоциативный ряд вот меня интересует. Давай. Я тоже хочу. Я всегда жду, когда я приду к Натахе нюхать парфюмерию того ряда, который мне нравится. Никогда. Ну давай, скажи что-нибудь. Что? Очень ретровые духи. Очень, очень похожие на что-то прям жутко знакомое и старинное. Жутко знакомое. Жутко знакомое. Причем оно как будто даже слизанное прям в один в один. Но я вообще не могу вспомнить, что то ли это... Нет, это от этого горчее было. Что-то прям просто... А не пани в Олеске так похоже? Я не знаю просто пани в Олеске вообще. Блин, что-то очень прям такое... Ну, удушливый, ретровый, старый вот этот аромат. Не поймешь, то ли они сладкие, то ли они перечные. Такая прям ртруха. Я даже не знаю, как его описать. Здесь в верхних нотах горький апельсин. Да, был, кстати, цитрус очень хорошо. Я даже думала, что там что-то... Жасмин, Иланг, Иланг. Вот Иланг, Иланг, твой любимый. Тубероза, Роза, Ландыш. Витивер в базе. Сандал, Гуаяк, Кедр из Вирджинии. Ладан, Бабы тонкая и папирус. А я вот хотела сказать Ландыш, и потом скажет, у него все Ландыш, и мне что ли пахнет, и не стала говорить. А не ошиблась. Ты о Ландыш слышу? Я слышу так. Если вот прям вычленить то, что я слышу. Я слышу Ландыш, что-то цитрусовое. Я не знала, апельсин это или лимон. Ну, что-то цитрусовое. И Иланг, Иланг. Вот это прям то, что вот только я и слышу. Это все собралось и стало чем-то ретро таким. Честно говоря, я вот с Ирой абсолютно согласна. Очень Ландыш чувствуется. И Иланг, Иланг. Но для меня даже больше Иланг, Иланг. Иланг, Иланг. Больше всего. Эфирное масло Иланг, Иланга. И где-то по фонам апельсинка. Или что там, что-то цитрусовое. И там совсем... На самом деле, действительно, настолько аромат на что-то безумно похожее. Я тоже мучилась, не могла вспомнить, что он вышибает. И ты даже его описать не можешь, потому что ты помнишь что-то то. Да. У меня есть миниатюрки такие, 5-миллилитровые. Старинные те. Да. Кому 20 лет. Вот что-то из них... Можем найти, заморочиться. Такие ретро-ретро ароматы. Мне кажется, там было что-то очень похожее. Ладно, это был опус первый. А ты мне скажи, ты такие ароматы не любишь, да? Да нет. А ты же любишь Иланг, Иланг. Ну как я его люблю? Я его люблю, для меня это вкусно, но не носибельно. Да? Да. А я думала, все равно наоборот. Нет. Ладно, Ир, тогда давай я пока брызну тебе второй опус. Пахнет как мужской гель для душа. И все. Больше мне нечего сказать. Банальный, стандартный гель для душа. Обычный мужской... Свежачок. Свежачок, да. Такие волны, да? Волны, да. Я только хотела сказать, языка сняла. Как она там пишет? Морской бриз, ледяная свежесть. Что там будет еще? Вот это вот все красиво. Давай почитаем. Верхние ноты. Болгарская лаванда, полынь, лавр, мадагарскарский розовый перец, сердце, жасмин, зеленый кардамон, корица, роза, база, мускус, почулия, вердинский кедр, амбара и ладан. Здорово, столько всего. Он потом будет насыщеннее. А так просто помойтесь дома гелем для душа. Ты какая-то сильно агрессивная. Ну, в общем... Ты меня не с той стороны посадил. Дай. На работе вот это. Давай я тебя пересажу. Давай. Так, ладно, давай дальше. Третий. Третий амуаж. И он, третёпс, вернее, он очень многим нравится. Держи. Очень многим нравится. Он мне, кстати, тоже очень сильно на что-то напоминает. Они все пахнут старинной. Но он вкусный. Да, он тоже очень что-то напоминает. Очень. Я так мучилась. Так же, как и первый, который вот... Ты ничего не можешь описать, потому что ты пытаешься вспомнить, чем пахнет он. Ну, как бы, с чем похож. Что-то прям настолько до безумия знакомо. Мыло, пудра какая-то. Что такое? Всё. Ой, на что же он похож-то, боже мой. Ну, ландыши у них, походу, дело везде. Здесь, по-моему, нет ландышей. Нет, здесь и ланг, и ланг тоже. Ну, вот этот вот... Ой, на что же он похож... Он такой, знаете, немножечко сладостей здесь. Ну, она же не удушливая, вот сладость. Нету такого прям. Сам аромат густой, ну, такой вот. Да, густой, а удушливого нет. Ну, сладости живот нет такой. Да, 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 да. Потому что здесь ваниль, бензоин. Очень мало мы описываем, потому что начинает ассоциативный ряд работать. Искать, искать, искать. Знакомые. Знакомые, да. Потому что они реально на что-то это безумие похожи. И ты уже не можешь отключиться от... От поиска. От подбора того, что может быть на него похоже. Из трех, которые мы протестировали, это самое приятное для тебя? Ну, да. Нет, для меня второй мужской тоже нормально. Но он такой обычный какой-то, без... Мне третий. Третий опус нравится. Я всегда... Те духи, вот как мужские, вот, да, опус второй. Я всегда их называю, когда ты не знаешь, что сделать, подарить, чтобы не прогадать, возьми это, это такое. Знаешь, чем... Не всегда. Знаешь, чем мне вот сейчас пахнет? Из всех нот, которые вот я... С сандалом, вот такой теплой-теплой деревяшистостью. Фиалкой. Фиалкой, он пахнет фиалкой. И немножечко такой нежный-нежный, теплотой ванили, но ваниль не банальная и не дешевая. А я вот один раз фиалковые духи бабушке подарила. Фиалкой, помню. Это было такая жутятинка немножко, эти вот нежнее, приятнее, слаще. А там была такая... Кому, женщине или мужчине подойдет? Горько, не кажется, женщине. Женские? Ну, конечно. Да, у меня тоже ассоциируется. Нет, если только современному модному мужчине какому-то, то тоже можно. Ну, то есть на дедушку не нанесешь. Будет странно, как будто он с бабушкой духи перепутал. А вот мужчине молодому, вот как сейчас там модно, это нормально будет. Так, давай дальше. Художнику зайдет. Так, давай дальше. Это четвертый. Четвертый. Я, знаете, мне настолько интересно за Иркой наблюдать, потому что это вот насколько можно не Иркина аромат, и настолько это не Иркина. И поэтому за ее реакцией... С леденцами пахнет. Очень сложно. С леденцами, с цитрусами. Вообще запахи очень эфирные. Эфирных масел. Вот эфирные масла берешь, и вот прям вот... Ну, не как Монталь. Монталь, он более... Причем Монталь там эфирных масел. Он восточный, но он тоже у меня всегда с какими-то эфирными маслами, потому что в общем все густо. А этот тоже, ну, такие больше вот косметические эфирные масла. Очень похоже. Более богатые ароматы. Чем что? Чем Монталь, раз уж ты привела. Более изысканные. Можно так сказать? Нет. Нельзя? А как? Ну, подбери слово. Я при изысканности бы это не отнесла. Ну, а придумай слово. Они более ретровые. Нет, Монталь, она для... Монталь при всей моей нелюбви, оно как бы такое... Ты брызнул, ты знаешь... И ты никогда не спутаешь... Это нишевые, то есть очень яркие, как сказать... Ярко выраженные нишевые ароматы, которые ты не спутаешь, да? То есть это ниша и все. А это можно перепутать и с эфирным маслом, и с гелем для душа. То есть я не могу сказать, что они богаче. Да? Да. Ничего себе, не ожидала от тебя сейчас такого слышать, честно. Да? Мне почему-то казалось, что ты прям проникнешься. Да? Да. Честно. Смотри, тут композиция аромата включает ноты зеленый кардамон, кориандр, грейпфрут, лимон, мандарин, тмин. Видишь, весь сбор цитрусов. Тмин, ладан, французский лабданум и мускус. А я здесь, кстати, вот понюхай сейчас. Тмин очень чувствуется. Вот даже как... Ну, это, кстати, очень приятно. Как пыльца... Вот что-то такое, знаешь, немножко припыленное, запыленное. Не чувствуешь такого? Чувствую, чувствую. Вот эти самые интересные. Угу. Они хотя бы стали раскрываться. Может, просто мы не на руки... Ну, это сто процентов. Но мы просто с тобой не сможем на руки брызнуть. Все. Поэтому вот как бы как можем. А такой купила вы себе или нет? Ну, если столько... Эй, болванчик, оживи! Я думаю просто. Может, ест только с психом? Не знаю. С психом? Да. Когда вот эти бывают... А ты знаешь, как пахнет кориандр и кардамон? Да, конечно. Кориандр – это моя любимая приправа. А эти чувствуется? Нет. Не чувствуется? Нет. Кардамон чувствуется, кориандр – нет. Есть. Потому что кардамон и кориандр, а потом уже только... Ну, вот кардамон – да, а кориандр – нет. Вот, кстати, от кардамона и есть вот этот цитрусас чуть-чуть. Да? Угу. А я вот прям почему-то... Я первый раз, когда их тестирую, мне почему-то на тми не заклинило. Вот как пыль... Даже я... Это не то, что пыль здорово, он больше похож... Здорово. Вкусово. Да. Он больше похож на тмин, вот это сочетание. Вот почему-то так вот. Так, давай дальше. Ну, у нас с тобой быстренько не получается, но как получается, да? Ну, в конце концов, это видео такое расслабленного характера. Можно заварить себе чайку, попить на тебе пятый опус, пока я найду ноты. Перчики шли третьи сутки. Ну, потому что я... Мне как-то почему-то сложно их переварить. Мне нечего о них говорить, я не знаю почему. Я вот сижу и думаю, почему мне нечего о них сказать. Вот понюхал по факту, а, ну да. Вкусно, невкусно. Я бы сейчас вот так сделала. О, вот эти мне понравились. Я поняла тебя. Я могу сказать, что из всех пока вот пятый мне нравится больше. Потому что, во-первых, я не чувствую особой ретрости. Ну, он как попсой, он какой-то с этим чуть-чуть напоминает. Какие нотки есть для императриста? Да ладно. Да ты что? Ну, попей водички. Может, тебе что-нибудь смешалось? Ну, не знаю. Корень ириса и ром. Средние ноты ирис, роза, жасмин, базовые ноты уд и цвет. Я просто очень люблю ирис. Вот. Что? Да. Я тоже пытаюсь понять. Откуда императрица-то? Нет, я просто пытаюсь понять, откуда вот это. Это пудрячок такой вот. Слушайте, это единственный. Вот. Я поэтому о нем и думаю сижу. Это единственный аромат из всех, которых я искала с ирисом, который похож на настоящий ирис. Вот. А говоришь, тебе сказать нечего. Вот аромат ириса, цветок, когда нюхаешь. Ирк просто цветовый. Как это правильно сказать? Я фанат ирисов еще докучу. И роз. К розам, да. Вот. Ирисы я, кстати, именно за запахи люблю. За запахи люблю. Вот. Вот он. Просто я все время думала, что я так хочу духи с запахом ириса, потому что мне так нравились ирисы. И каждый раз я нахожу себе духи с ирисом и понимаю, что не, я не хочу его носить. Хотя запах очень люблю. Но вот это вот. Бабуль, немножко выпаремись. Мне надо брызгать, я его потом брызгаю. Давай я тебя брызгаю. Интересно. Пока он будет там. Он похож очень. Сначала он просто пахнет так. Бальзам для волос. Поэтому он отвлекает. Шампунь, гель, бальзам для волос. Да, не такая линейка. Бангл. Буй мой себя. Отмойся. Короче, вот он мне вот пока нравится больше всех. Я люблю пудрячки такие ирисы. Я тоже пудрячки вообще люблю. Так. Слушай, а знаешь, на что он похож? На Ван Клифф. Помнишь, мы с тобой ирис какой-то, буады, ирис, что ли? Буады, ирис, что ли? Ну, что ты такой помнишь? Или нет, еще какой-то у них ирисовый есть. Нет, он потом там так заванилился. Я же между ними выбирала, все ходила, страдала. Ихали, еще один. И так именно. Так, мы переходим к следующему. Вот про это я сейчас расскажу. Это шестой опус. Ира начнет, а я потом ее поддержу. Сейчас опять скажешь. Ну, что я могу вам сказать? Сундуки. Сундуками пахнет. У моей бабушки в комнате, когда я еще была достаточно маленькая, стоял не комод, а знаешь, Тима, трюмо. Тюмо, да, вот эти зеркала. И на этом трюльяж, да. Вот на этом, на полочках на этих стояли какие-то там флакончики, не флакончики, шкатулочки деревянные, не шкатулочки. И когда заходишь, вот это вот запах моей бабушки с трюмо, вот с этими вот какими-то шкатулочками деревянными, лаковыми. Короче, все пока подходит к тому, что все пахнет ретро. Вот так пахло. Очень сложно объяснить, как пахло в комнате у моей бабушки вот это все. Потому что там мешали, да, все. Но пахло так, да. Я же все говорю, сундуки. Ну, вот что-то типа. И давай, это 12-го года аромат. И здесь у нас ладан, индийский лавр, китайский перец, обвойник греческий, нагармоты и пачули, нота базы лабданум сандала. Амбра, даже не будем умничать, да, с тобой на счет, но. Я говорю, только единственное, заметьте, вывод, который можно со всей его, вот пока описанного. Все пахнет ретро. Прям таким ретро. Потому что пока мы рассказывали только о бабушках, сундуках, старых что-то там еще ароматах. Короче, все вот. Мне, кстати, вот это нравится. Что-то, да? Ну, мне вот это, кстати, нравится, несмотря... Мне на мне вот тот, который, брызгами, не нравится. Не нравится? Он стал сладкий. Слушай, он какой-то стал вообще другой. Но мне, кстати, на тебе... Блин, я знаю, чем. Ир, мне так неудобно говорить это в камеру. Да, я говорю. Не, не могу сказать, потому что это неприлично. Как-то. Короче, это, знаешь, ежедневными прокладками ароматизированными пахнет. Всего неприлично, да. Ну, которые вот с ароматами. Это что? Это тет-а-тет. Господи, вот это тет-а-тет. Это седьмой опус. Да? Да. А я не знаю просто это. Вот это он. А еще есть, знаете, почему-то раньше бульдухин назывались из пахан. Вот. Что-то я оттуда. Но он очень пахнет древесиной, если уж от всего этого. И потом мужчины. Да? Да, есть как-то. Под, под же по-разному, по какому-то там лукам. Слушай, а муа же это все хорошо. Я тебе скажу заранее, что здесь будет аромат. Да. Я думала, я знаю о себе все. Ну, то есть ты можешь понять, там, тебе нравится, не нравится, ты сможешь носить, не сможешь носить. Здесь есть аромат, который я открыла. И, короче, меня чуть не вырвало. Знаешь, чем пахнет? Послушай, вот в прямом смысле физическое отторжение. Это жемчужина всех присланных славой в коллекции духов, потому что я не ожидала от своего организма такой реакции. Знаешь, чем пахнет? Люди, которые, мужчины, которые работают с металлом очень много, от них всегда очень специфический запах. Вот особенно кто мотоциклы еще перебирает. И вот их пот с вот этим и еще что-то диктярное, вот, пожалуйста. Я представила этот запах, кстати, да. Я не могу сказать, что у меня такая ассоциация. Я просто очень, не с тем, что я мужиков люблю нюхать каких-то, которые мотоциклы перебирают, наоборот. Нет. Сырано. Наоборот, я очень не люблю просто этот запах и всегда его слышу. Я особенно, что не люблю, особенно ярко слышу. Ярче, чем то, что люблю. И поэтому вот всегда, когда в моей жизни сталкивалась я там с людьми, которые занимаются мотоциклами, там, либо любят просто в машине ковыряться, перебирать. Плюс у меня еще, ну, папа, кстати, не сильно у меня на заводе и с металлом работает. Вот я поэтому вот этот запах. Сейчас? Да, он уже 20, сколько уж лет работает. И вот я очень слышу вот этот металлический аромат. Ир, вот тут смотри. Гальданум, розовый перец, кардамон, мускатный орех, пожитник, уд, почули, амброк с кожей, серый амбра, корень, кастуса, кастуса, я не знаю, что такое, сандал, алибамум, киприол. В общем, большинство нот я не знаю, как пахнет. Да неважно, мы можем сумничать, воняет удом. Это как бы, ну, если вот по парфюмерии, а если по впечатлениям, то вот это. Просто я здесь, я к чему это прочитала, я чувствую здесь какую-то явственно одну ноту. Я вот читаю, я просто не знаю, как пахнет пожитник. Может, это он? Ты знаешь, как пахнет пожитник? Нет. Не знаю, как пахнет пожитник. Я тоже не знаю. Скажу честно, таких ассоциаций у меня нету, как вот Ирка описала именно вот с каким-то работником, но при вдыхании этого аромата сейчас во рту у меня стоит сталь. Как будто я облизываю стальной брусок. И вот это тащение на небе, оно у меня прям приклеилось. И вот, знаете, носоглотка, нос, вот прям как, вот, вот так вот. Ладно, Ир, давай дальше. Свинцовый чупа-чуп с Натахой. Да. Заживала. Так, мы переходим с тобой к восьмому. Пятый, шестой, седьмой. Восьмой, держи. Как ты себя чувствуешь? Подмышки сейчас с вами. Очень глубокие, глубокомысливые склоняют к раздумьям аромата. Все? Все прям. Задумался. Здесь твой любимый ланг-иланг опять-таки. Я почему-то, не знаю почему, нет никакого, ну, просто вспоминаешь малину. Почему я не знаю? А тебе полиролью не пахнет? Полиролью пахнет. Нет ничего малинового, но ты нюхаешь? Блин, полироль, понтон, понтон, понтон. Ты понимаешь? Вот такой, этот, пинтакс или понтон. Вот, да, вот сейчас пахнет. Да. Да, да, раньше, краской, 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 запах краски. Раньше, когда убираешься, убираешься, вот это лакированное. Да, у меня стенка была лакированная. Точно. Но, еще раз хочу заметить. А рядом краску, кто-то что-то покрасил. Все время мы что-то вспоминаем старинное. Слушай, Ир, у меня была, ты помнишь мою коричневую лакированную стенку? Да помню, она у всех была. Такие, да, такие были, там, в 90-е все. Она лакированная была, и когда ее полиролью натираешь, вот этот лак с полиролью, и рядом кто-то что-то еще красит. Вот пока так. Ну да. Да, просто этой полиролью пахнет. Дальше смысла нет, потому что пока так. Так, давай дальше. Причем та русская полирольная, не которую мы сейчас с Наташкой вспомнили, это современная полирольная. Все равно она имеет. Ну, она все равно имеет. Она так, что просто воском пахнет. Да? Да. Так, давай на тебе. Это девятый опус. Опять. Где-то уже что-то было таким. Девятый опус. Третий, по-моему, так пахнет. Нет. Да. Да. Ну, совсем другой-то что. Да, похоже. Да нет, подожди. Какой-то пах также уже. Вот этот. А это просто... Вот здесь, я не знаю, есть, не есть, я вот здесь очень опять ирис чувствую. Сейчас посмотрим, есть он здесь или нет. Ирис. И знаете еще что? Верхние ноты камелия, жасмин, черный перец, гуаяк, кожа, пчелиный воск, базовые ноты, ветивер, серый амбра и цвет. Очень чувствую почему-то... А я вот и ланг-иланг чувствую и восковый вот этот аромат. Да? Да? А я бы что-то ирис. Опять какой-то вот... Ирис вот теперь пахнет на моей руке ирисом. Да? Угу. Ирис вообще по-другому звучит просто, да. Знаешь, вот... Ну они прикольные вот для тех времен... Рядом как будто бы какой-то вот... Что-то приятное, а рядом туалет общественный. Нет? Ну а всегда есть чуть-чуть такое во многих ароматах. Слушай, но он прикольный. Это, знаешь, что-то странно. Пахнет вообще... Да, он прикольный. Пахнет... Слышишь? Он, наверное, прикольный самый... Этот, как он называется... Пахнет общественным туалетом, но он самый лучший, да? С жасмином пахнет. Да. Не ирис, не ланг-калангом, а жасмином. Жасмин и ледным чаем. Да, да. Жасмин, чай из жасмин. Да, да, да. Мы его сейчас с тобой просто пили. Мы буквально 40 минут назад пили чай с жасмином. Ну, я его и сейчас пью. Да? Да. Да, похож. Так, Ир, из амуажей у нас осталось не так много десятый. У нас там камера-то работает. Так, держите десятый. Сейчас скажут, опять на что-то очень знакомое. Да, потому что они все как-то... Давай. О-о-о. Прям, да? Подожди. Сейчас я вспомню. Потом он меня просто вышиб с каким-то еще воспоминанием. Это мега на что-то похоже. Это мега на что-то похоже, а ты не можешь вспомнить на что, потому что у тебя в носоглотке пахнет каким-то четким запахом. Хочешь, я тебе скажу, чем пахнет? Помнишь, я мыло варила? Да, помню. У меня была отдушка роза. Во! Вот эта болгарская роза прям в горле стоит. Да. Но она такая сухая и странная, я скажу, что она не душит, а как... У меня всегда эти ароматы ассоциировались. Когда ты начинаешь как-то вот горло поддавливать. Заболевать? Ну да, какое-то такое. В общем, короче, я не знаю, какие у Иры ассоциации. У меня с болгарской розой, она воняет, и она такая высушенная, что она как будто высушили ее. И она такая... Я не скажу, что высушенная, я скажу, что у меня была отдушка для мыла, я варила. У меня была отдушка, называлась роза, но она явно тут пахнет прям болгарской розой. А еще у меня, мне дарили набор в чехольчике мыла с Болгарии в форме розочки и аромат, соответственно, болгарской розы. Она почему-то пахнет, знаешь, как вот табачным каким-то послевкусием. Вот курильщик только поймет. Майская роза, красная роза, роза, средние ноты, герань, кожа, герань, кстати, чувствуется. Кожа и лак, олифа. Вот, наверное, даже вот этой гераневой горечью вот как-то она садится. Вот после розы к тебе в носоглотку приходит герань и горечь вот эта. И дает она, у меня почему-то она всегда, когда герань нюхала листья герани, у меня всегда они ассоциировались с... Когда ты давно покурила, уже пришло время покурить, и у тебя становится табачная штука. Вот сейчас начинает раскрываться, я скажу, чем пахнет. Вот прям три явственные... Да, три явственные герань, болгарская роза и что-то стальное, что опять как капелька крови во рту, понюхай. Вот такая... Ну, у меня вот она с герани. Я сейчас почему-то рыбы какую-то слышу чуть-чуть. Ну, ассоциация есть такая. В общем, герань, болгарская роза. Это вот прям и вот что-то стальное. Так, дальше, последний, одиннадцатый. Так, Эр, держи. Странный запах. Но... Да деревяшестый такой совсем прям. Гнилушка древесинная. Не могу сказать, что... Уд. Ну да, не гнилым пнем, а чем-то вот... Верхние ноты майоран, ноты сердца уд, базовые ноты стеракс и вуд леттер. Ну, в принципе... Гнилым лесом. Ты? Права. Ну, насчет гнилым лесом прям я не знаю. Ну, да, вот. Уд, короче, вот конюшней такой вот... Да, он с шерстью еще почему-то очень... Конюшней, животиной. Причем животиной не кошкой и собакой, а именно какой-то... Коняшкой. Коняшкой, да, вот такой дичкой. Я просто люблю такие ветки. Я люблю. Ну, в общем, в принципе, больше сказать нечего. Реально, запах вот коняшек, деревяшек. Вот так. Ну, очень правдоподобно надо заметить. Ну, девятый самый удачный. Девятый тебе больше всех понравился? Нет, мне еще понравился на самом деле. Я никак не могу о них отозваться, потому что они для меня все по-своему заманчивые. Вот так скажем, да, они притягивают. Пользоваться я ничем бы не стала. Все притягивают, как вот на уровне, знаете, такого... Как объекта интереса. Да, как объекта интереса, такого веселья. О, как у бабушки, о, как у дедушки, о, о, и это на что-то похоже. Вот тут вот, вот на этом все. Заканчивается мой интерес. Давай дальше, Ир. Мы с тобой вот это вот богатство отодвинем. Узнать, поностальгировать. Очень, очень сильно я обрадовалась, увидев посылки, вот эти амуажи, потому что знакома с ними не была. И тут просто довелось попробовать все. А Слава этим пользуется? Я думаю, наверное, да. Всем вот этим? Ну, наверное. Это же его коллекция. Приезжайте, мы вас занюхаем, просто очень интересно. Давай дальше, Ир. У меня есть здесь Том Форд. Короче, из всех амуажей опусов мне больше понравилась Том Форд Табака Ут. Я обожаю рекламу Том Форд. Это для меня какой-то визуально-эстетический, я не знаю, мне кажется, так гениально передать парфюм. Мне интересно, кто придумывает эти рекламы, он или его креативщики. Потому что ты смотришь рекламу, ты видела в видео вот эти короткие? Я не смотрю, честно говоря. Ты смотришь эти рекламы, и ты четко знаешь, чем пахнут эти духи. Хотя ты, ну вот, ну так как-то вот это, я тебе покажу, это искусство. Мы даже с мужем думали тоже снять что-нибудь такое, приколоться. Я еще Том Форд очень люблю. Прям вот все, что я пробовала. Это новое есть? Потому что у меня там есть одно желание, которое я не помню. Этот как, вот Том Форд я что пробовала, мне вот все нравится. Единственное, да. Это как Макс, у меня муж фанат Том Форда. Вельветовая орхидея мне не очень понравилась, потому что мне она очень на себе надоедает. Прям вот классный, глубокий, все, очень все шикарно, прекрасно, через 15 минут хочется смыть, устала. А я не люблю Том Форд. А я очень люблю. Хотя у меня муж фанат Том Форд. Ир, я хотела бы начать с аромата, который вызвал у меня физическую неприязнь, от которого мне было очень плохо. Я считаю, что это уникальный аромат, это вот нечто, потому что, ты же прекрасно понимаешь, нечто негативное по энергетике настолько же сильное, как и твой восторг. Оно тебя открывает с разных сторон и показывает тебе, вот, да? Мне уже интересно. Да? Я тебя заинтриговала? В общем, короче... А прикинь, я сейчас такая... Да-да-да-да-да-да. Я не удивлюсь. Давай. В общем, у меня прям... Я пытаюсь с ним подружиться. Да? Пытаюсь. Ну, мне хочется, потому что... А что тут? Нет? Вообще ничего. Очень просто он резок и чуть-чуть пахнет какашками, а так... Ого! Ты пошла почему-то доедаешь поносом детским. Знаешь, чем пахнет? Какашками. Нет. Шоколадом и бомжами. Нет, у меня просто тупо какашками. Да? Да. Ну вот, а мне вот, знаешь, таким... Ты ребёнку попу моешь после поноса? Не, правда. Да слушай, когда они уже не маленькие. Сколько ему семья? Я мою попу детям до пяти лет. Когда ему семнадцать, да? Нет. Вот так вот. Я вообще всех пожелаю мыть попу. Ир, здесь в нотах шоколад. И он, короче... И бомжи? Да, и нота бомжей. Ну, короче, пахнет грязным телом для меня. Слушайте, вначале было приятнее, а сейчас пахнет просто какахами. Ир, прям говнись! Серьёзно! Вот опять в комментариях нам скажут, что мы вообще... Я забрала второе слово обратно. Прям... Зачем мы это делаем? Господи, пришла бы ко мне, я тебе Гоша на попу сунула в нос. Ты понимаешь, какой у меня был инфаркт? Я, оказывается, вчера три раза это не ухлопила, Саня. Всё. У меня текут слёзы, и сейчас тушь будет. В общем, вы... Ну, это прорыв. Я найду рекламу, интересно, есть ли на этот Баконера, да? Запомните, пожалуйста, я хочу прочитать название. Орта Парисия Баконера называется. Я просто сейчас представляю, как в его стиле снята реклама, как какашку разрывает леденящий, вылезающий оттуда бутылёк, и все это плевают шоколадом. Я прям вообще тётко представляю. Кто смотрит рекламу, тот фортал поймёт, а чё. Слушай, так красиво на крупниках. Мне кажется, пора останавливать видео. Текает, Ир, ну всё, хорошее. Шоколад обволаке. Ой, я прям всегда так... Вот то, что мы с Максом и снимем, то, что мы мечтали. Ой, ну в общем, если без шуток... Без шуток не получается. Если без шуток, я реально настолько благодарна за этот аромат, я реально никогда не знала, что у меня физически может на парфюм быть вот такая реакция. Ну то есть, знаете, конюшни, лошади, там, я не знаю, шпалы, рельсы, что-то ещё. Всё замечательно, нравится, не нравится, что-то такое. А если хотите самый яркий отзыв от Наташки, в будущий интернет-магазин и нынешний, шлите ей духи с ароматом. Прекрати. В общем, вот, вот, не, ну чё, круто, надо же было бы из шоколада сделать такое. Это просто, я вообще, у меня нет слов, я даже ничего не могу сказать. И я, на самом деле, хотела бы попросить прощения у любителей этого аромата, потому что их много. Да и чё, пожалуйста, люби, я тоже чё-то люблю, чё-то не любит. Нет, ну это всегда, знаешь, люди оскорбляют. Ну да, чувство, поэтому как бы просим прощения, но вот это реально, вот, это очень грязно. Вот я слышу, как очень грязно, вот что-то очень грязно. Да почему грязно, просто как Кахи, как Кахи, это природное, естественное, все совсем бывает. Смотри, у меня есть мемуар Мэн, это версия Оман, а у меня есть версия, что там у нас, Великобритания. А вот это что, оригинал? Нет, это оба оригинала, просто они выпущены, один в Оман. Так нравится, как они, это, присасываются? Примагнит. Вот кто-то описывает, как сигарет, самокрутка или чёрный чай. Да ну, они что, сигарет, самокрутку не курили, что ли? Ирка знает. Ирка знает, конечно. Крутит вон через день. Я бросила крутить. Крутить? Ладно, в общем, не могу это самое найти. В общем, одно производство Оман, вот этот вот, а вот этот, это уже свежачок, новая версия. Вот новые версии не башнили. Знаете, самое интересное, то, что они не прям что-то, конечно, но отличаются. Да, вот этот легче. Вот этот. И вот эта версия, лайт, версия лайт, мне тоже нравится больше. Только мне знаешь, чем пахнет? Они вот в базе очень похожи. Поначалу есть различия. В общем, вот этот мне тоже больше понравился, как ни странно. Знаешь, чем мне пахнет, Ир? Вот если ассоциации, мне очень сильно пахнет полынью. Очень сильно пахнет полынью и как будто шпалами. Не, ну то, что он чем-то таким пахнет, шпалами, да, но не полынью. Да ты что, ну ты что, это прям полынище, да полынище. Ир, полынью шпалы, вот так вот, я бы сказала. Я думала, на самом деле, что вот эти версии, они будут сильно отличаться, они действительно отличаются. Да, они и сильно отличаются. Я вот сейчас еще раз пойду. Ну, я имею в виду, что очень узнаваемо, вот ты видишь и понимаешь, что это... Ну да, что это одно. Да. Нет, мы понимаем, что это одно, когда это вот так, а если нам дать где-то отдельно, мы не поймем, что это одно и то же. Нет, я имею в виду, что... Я не пойму, что это одно и то же. Да ладно. Если мне дать потом когда-то, я не пойму, что это одно и то. Ты прикалываешься что ли? Ну смотри, и здесь, и здесь прям полынище. Ну вот это больше пахнет этим... Вот это древесиной с палами, которые ты сказала. В общем, мне очень нравится, я не знаю, как тебе. Мне тоже нравится. Супер шикарный аромат. Он странный, но... А я, кстати, просила-то рассказать о мужском интерлюде, у меня вот женский есть. И, собственно, со славой эта переписка началась по поводу того, что давай я тебе пришлю интерлюдмен. И вот он, кстати, давайте о нем и поговорим. Насколько он похож с женским интерлюдом. Для меня он вообще не похож с женским. Вообще. Но если честно, мне не нравится... Женский больше нравится, мужской мне совсем не понравится. А где женский? Женский вот. Вот. И очень круто... Да, они вообще не похожи. А? И очень круто, что... Сливой пахнет, а этот нет? Очень круто, что этот, как он называется, что я не купила вслепую, потому что я бы не... Вот этот пахнет сливой и кожей женский. А мне пахнет раскаленным железом на солнце. Нет, а мне вот сливой пахнет. Сливой? Угу. Почему-то я вот... Ну, орехи вот, например, нет? Ореховость. Ореховость есть. Угу. А этот... Не буду читать ноты. А этот вообще не похож. Ну, кстати, интересный. Да? Угу. Ну, он такой сладкий для мужчины, я сказала бы. Прям очень даже. Причем он сладкий не именно сладостью женской какой-то вот этой вот... Как назвать? Ягодной. Или там фруктовой. А просто в нем есть какая-то сахарность даже. Не сладость, а сахарность. Орегано, перец, средней ноты ладан, амбра, лапданум, апопанакс, базовая кожа, пачули, ут, сандал. Я сандал чувствую сильно. Наверное, вот. Вот я какой-то сахарный с него вот это слышу. Но вот я хочу сказать, что если вот интерлюдмен пользуется гораздо больше популярностью среди покупателей, чем мемуар, предыдущий, который мы с тобой вот этот нюхали. И мне вообще несравненно больше нравится мемуар мужской. Ну вот этот вот который. Намного. Прям даже вот не могу даже вот в один ряд поставить бесспорно мемуар мужской. Это шикарный аромат, а интерлюд я бы мужской бы точно не смогла носить. Мы с тобой переходим к следующему. Амуаж мифы. Вот на мой взгляд, амуаж мифы мужской и женский между собой гораздо больше похожи, нежели женский, да, нежели женский и мужской интерлюд. И мне он очень нравится. Болотцем пахнет. Что-то пахло такое было, мне кажется. Короче, мне вот этот миф пахнет таким болотцем, болотца в лесу. Да он тоже пахнет вот этой всей историей, вот эти вот, которые, я говорю, у мамы было спахан. Он вот раньше этот, как ее, Magic Noir были духи, Дюпонт старый вот этот синий. Вот это все вот оттуда. Вот на чем он похож, на Дюпонт классический. Да, я просто не знаю, Дюпонт. Я бабушке всего подпшикаю и принесу. Вот он такой же зеленый, вот прям один в один, Дюпонт. Дальше. Носомата Бараонда. Блин, вот как ни странно, он мне тоже до безумия на что-то похож. Я не знаю, что даже делать в сегодняшнем. На игристое вино. О, точно. Есть такой, чуть, чуть уже, наверное, подбраживать, подбраживать начало. Да, он сливовым вином вонит. Да. Сливовым вином, и оно начало немножечко бродить. О, точно. Короче, больше... Все, что с алкоголем связано, заметьте, я всегда угадываю. Точно. Давайте дальше. Амуажорный мэн. Кстати, у меня вот как раз пробник есть женского. И рассталось чуть-чуть. Поэтому можешь глотнуть вот водички. Нет? Да нет, я не хочу. О, сразу запах пошел. Смотри. Еловый какой-то, как будто бы даже. Почему-то еловый. Что скажешь? А почему еловый? Не знаю. Хвоя. Хвоя, да, но не ель. А это не одно тоже? Это что, они все по-разному пахнут. Правда? Можжевельники, туи. Короче, ты поняла, о чем я говорю? Вот я об этом. Хвои пахнут. Ну да. Больше туи пахнут. Так. Можжевельник. Ладан. О. Чистого гераниола и табачных листьев. В базе бобы тонко. Киприол кожа мускус. Ясно тебе? Да. Вот я тебе и говорю. Хвоя, но не елка. Можжевельник. Я ошиблась чуть-чуть. Сказала туи. Ну, короче, оттуда все. Да. А тебе приятен аромат? Не знаю. Я поняла. Он нормальный. Слушай, давай тогда женский попробуем, да? Сразу. Насколько они похожи. Они... Я не воспринимаю те ароматы. Вот они все для меня... Вот эти все вот такие... Грекота вот эта старинная. Она для меня... Одинаковая. Ну как, нет, я вижу, что они все по-разному классные. Ирр, давай так, чтобы все понимали, какие ароматы тебе нравятся. Вот тебе нравится Киллиан. Да. Как он... Данс... Данслоу... Или как он там называется? Дэнджер ин лав. Да? Вот. Ир нравится вот такие вот. Если роза, то такая тонкая, такая бьющая. Я люблю... Мне нравится у Хлои практически все. Притом, что, да, это не ниша. Особенно я люблю вот мой этот любимый Хлои. Такой прямоугольничек. Зеленоватый. Уже темнеет на улице. Время. Что? Пол пят. Это женский Джорни. Это предыдущий был мужской у нас, а этот женский. Не похожий. Не похожий, приятный. Самый легкий, наверное, сегодня, что мы нюхали. Женственный? Да. Очень. Очень женственный. Очень приятный. В нем вот, в отличие от остальных, присутствует... Что-то тонкое появилось, да? Такое вот. Вот при всей густоте. То, что я люблю. Такое вот какое-то. Вот так как будто сделали, да? Да. Да. Это то, о чем я тебе всегда говорю. Я не знаю, как обещать, что ли. Ну, вот должно быть так. Прозрачно. Приятный аромат. У нас с тобой осталось два. Муаш Мэн Саншайн. Женский мне очень нравится. Но на себе мне не довелось его поносить. Только из флакона. Пожалуйста. Ну, прикольно. Странно, но прикольно. С женским, на мой взгляд, вообще ничего общего. Слушайте, странно, но... Но прикольно. Ну, прикольно. Он пахнет, как... Помните, шампуни были еще жидкие? Вот у меня просто... Не помню, не знаю. На разлив который, что ли, были? Не знаю, откуда они достались. Они были в стеклянной бутылке, как реколон. Они даже так же... И они были прям жидкие. И они вот, когда пузырь мыльный надували, вот ты выливаешь, он так... Пум! Когда он так делал... Пум! Он пах вот так. Верхние ноты бренди. Апельсин, лаванда, бессмертник, средние. Вот я помню вообще. Бергамот, ягоды, можжевельник, мускатный шалфей, базовые ноты бобы тонка, ваниль и белый кедр. Мне пахнет мускатным шалфеем, потому что я, когда ездила на этот, как ее... Мастер-класс по парфюмерии, или как он там называется, в общем, мы отдельные ноты слушали. Ну, я поняла, да. Я просто не знаю. Вот так. Если честно, мне не нравится. Поэтому я помню только... Прям совсем нет. Нет, мне нравится, потому что он пахнет тем детством, вот когда... Пум! Мыльный пузырь. Вот про что я могу сказать точно нет, это саншайнмен. Прям совсем. А вот это совсем да. Это табака-ута от Том Форд. А, нет, я знаю, что это за ровно. Прям очень-очень мое. Нет, с саными пеленками пахнет. Ну, честно. Да ладно. Понюхай. Очень нравится. С саными пеленками пахнет. Мне нравятся саные пеленки. Видимо, мне нравятся они. Возможно. Ну, мне нравится. Еще одно творение Тома Форда пришлось мне по душе, хотя с этим ароматом я до этого знакома не была. Вот на этом, пожалуй, все. Мне кажется, мы наговорили часа на полтора. Ир, вот на вскидку, если что-то вот вспомнишь, что больше всего понравилось? Вот этот. Аммаж женский. Да. Жорний. Да, еще какой-то мне тут понравился. Ну, десятый, ты говорила, розы которые? Нет, это вот шерстятина. Девятый нам понравился. Да, вот этот нам стал понравился. Девятый опус. Девятый опус. И какой-то мне тут понравился. Саншайн, по-моему, тебе понравился, да? Да. Да, и вот этот. Нет, вот эти мне бы я выбрала. Очень сильно. Слушай, знаешь что? Я в детстве в Крыму была. И там, когда мы ходили по каким-то экскурсиям, там горы, что-то, там лаванда росла. Да, лавандой, кстати, очень сильно пахнет. Точно, вот Натах молодец. Очень сильно пахнет лавандой. Но я лавандовое на себе не люблю. Очень сильно. Муж ему, наверное, понравилось. В общем, короче, это запах из детства, когда мы шли на экскурсию по Крыму, у этих высокогорьей лавандой. Да, на горе лавандой даже сейчас пахнет лавандой. Ну, мне понравился вот этот. Интерлюд? Да. Интерлюд? Да, наверное. Это, дай, это вот... Нет, это мемуар, который из флакона. Вот этот мне больше понравился. Нет, вот, да. И вот он мне понравился, и вот этот мне понравился. Вот он тоже есть очень необычный. Вот интерлюд? Нет. А, короче, мемуар вот этот и мемуар вот в такой версии. Эти, они крутые. Да. Они чем-то таким... Да, они очень сильные. Они прям... Я уже про него снимала в видеообзоре, я сказала, что это неверо... Я его ношу, и от него прям балдею. Это очень сильно. Как копье какое-то такое. Это прям... Это прям... Пух! Такая прям внутренняя сила. Очень... Прям сшибает. Да, да, и тут тоже круто. Даже не знаю, что... На самом деле, вот я бы даже, если бы вот этого не было, и мне алманская версия попалась, я бы вообще совершенно не расстроилась. Они обе... обе версии... А это уже просто вот то, что Наташка сказала, когда появилась... Это про Жорни. Это я люблю, да. Да? Да, вот она сразу. Раз. Я не знаю, как это описать. Что это? Кислородность или как это называется? Не, это вот нечто такое... Ну, я называю это тонкостью какой-то. Вот утонченностью, вот может быть. Я люблю это... Это может быть парфюм мой супер сладким, еще каким-то, но он должен быть... Вот так вот. Вот такая вот у меня теперь есть коллекция от Левантов. Я бы хотела еще раз Славу поблагодарить огромное, потому что, во-первых, мне... Ну, для меня это было полной неожиданностью. Это было безумно приятно, что абсолютно чужой тебе посторонний... А покажи мне как Слава-то потом? Где? Ну, не знаешь, Слава, нет в соцсетях. А у него нет фотографий. Ну, Слава, Слава. Если вы нас увидите. Я бы, конечно, была в полном восторге от увиденного в посылке. Ну, у меня даже, знаешь, первое время не как бы вот... Ну, ты же... Ты ожидаешь пробник. Ты понимаешь? А тебе килограмм. Да, еще и шоколадку полукилограммовую. А когда вы знали, что Натаха любит трескать шоколад? Ты рассказывала где-то? Нет. Огромное спасибо Славе за предоставленную возможность все это богатство потестировать. Еще и позвать Иру. Ну, и вообще все мы тут собрались, в принципе, сегодня благодаря Вячеславу, за что огромное ему спасибо. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным. Не знаю, насколько полезным. Ощущение, впечатление, можно сказать, первое. Это то, как бы вот мы слышали эти ароматы, придя в магазин при первом тестировании. Тебе тоже огромное спасибо за то, что ты потестировала целых 20 ароматов. Не каждому это удастся. Да, где взять их в магазине? Это сколько тебе надо времени постоять? Да. В общем, это прям очень-очень-очень здорово. Я вся, мне кажется, у меня... Да, я тоже так же. Здесь мой мозг пахнет разным. Да. Спасибо огромное еще раз. И на этом, пожалуй, все. Хорошего вам дня или ночи. На сегодня все. Пока.